После чтения этих писем мы чувствуем ближе опору в каббалистах, в статьях и в других текстах чувствуется мудрость, которая оторвана от каббалистов, а тут чувствуется близость к каббалисту. Это теплее, приятнее, то есть есть кто-то большой с тобой рядом. Насколько важно это ощущение каббалиста рядом с тобой, когда ты занимаешься торой и заповедями? Это очень находится в зависимости от того, в каком виде это раскрывается. С одной стороны, это комфортно, приятно, даёт уверенность, ещё такие позитивные вещи в ощущении, в разуме. И в той же мере это также приводит к вопросам, так что же с тобой, кто ты сам, что ты собой представляешь, когда ты за этим не можешь прикрыться. Но если ты раскроешь, то ты должен раскрыть себя, где ты сам будешь. Так есть разные стороны этого. Идеально. Вы предпочитали бы работать относительно высшей системы через ощущение каббалиста или абстрактно, когда это подают в виде чтения ТЭС или статьи, то есть когда говорят только со стороны системы. Даже не айотом нет. Нет. Это невозможно. Если ты изучаешь науку каббала, не может быть, чтобы ты работал только с ощущением или только с разумом. Если я тебя правильно понял. Нет, в любом случае, это ощущение. Но есть ощущение, когда ты находишься под каббалистом, который показывает тебе Высшего, и через его ощущение ты переживаешь это. И в противоположность тому, как я чувствую, когда мы читали, допустим, статьи, что он описывает только лишь систему, как бы, без касательства событий. Ты не чувствуешь самого Раббаша особенно, а только то, что он хочет передать. Он, как бы, просто не ощущается он. Ощущается то, что он хочет передать за кулисами. А тут я чувствую его. Сейчас я не знаю, как наслаждаться этим, принимать это, работать с этим, или взять это в чтение статьи тоже, когда мы читаем статьи, и тоже обновить это чувство с каббалистом. Попробуй, насколько это возможно, быть ближе к каббалисту, услышать его внутренний голос, который раскрывается в тебе, и быть в усилиях, оберегая себя от своего желания получать. Большое спасибо, Раф.